Гром среди ясного неба в жизни мамы 14-летнего подростка из Бавруйска прогремел, когда в дверь постучали правоохранители. В смартфоне мальчика обнаружен совсем не свойственный для ребенка контент – расчлененка, сатанистская символика, фото порезанных рук и другая запрещенная тематика. Здесь же фрагменты, казалось бы, безобидного аниме, только вот японскую мультипликацию 18+, не раз обвиняли в пропаганде насилия. Она влияет на детскую психику и даже способствует развитию суицидальных наклонностей. Впрочем, далеко ходить не надо, факт налицо. Я увидел шраму на руке, да, я ему сказал, что это он начал прятать. Я, говорит, ножом там один раз сделал, говорю, это не один раз, это постоянно, там много шрамов. Ну, все, он спрятал, как бы так руку, ну, все. Ну, толком ничего мне не объяснил, почему. После этого к специалистам не хотели его отвезти? Нет, я ничего не... Ну, лично я нет. Мама, я не знаю, скажу. Ну, как я маме скажу, мама, давай его в дырку сдадим. Ну, как-то тоже неправильно. Я пытался сам повлиять, но бесполезно. Мама с ним не справляется. Маму не слушает. Ни друзей, ничего у него нет. Он никуда. Он вот сидит на коечке, вот, и в телефоне вот смотрит там ютубы, там вот эти, вот это, как его еще, тиктоки вот эти. Все. Я даже не лезла к нему вообще в телефоны, не лезла. Потому что у меня даже такое в голове не может быть, что мой ребенок вот это вот, по глупости, по своей глупости. Что он в телефоне смотрит? Там видео никакие не показывал, тиктоки, ютубы? Нет, я вот когда смотрела, я к нему подходила, там идет тикток, ну, как обычно вот идут. Вот ютубы вот эти, фильмы. Он дальше продолжал смотреть, не закрывал ничего телефон, да? Нет. То есть вам показывал что-то? Да, он просто смотрел фильмы. И это не все. В своем тиктоке мальчик публикует ролики об иркутских молоточниках, дуэте серийных убийц или, как их еще называют, акадимовских маньяков. Кроме того, подросток поклонник Казанского и Керченского стрелков интересуется движением Колумбайн. Это название школы в США, в которой в 99-м произошло самое громкое вооруженное нападение учеников на своих одноклассников. Тогда погибли 13 человек. Инцидент получил широкий резонанс. В некоторых странах появились тематические сообщества в социальных сетях, посвященные этим событиям и восхваляющие организаторов убийств. Сначала субкультура дошла до России. Теперь Запад пытается будоражить умы белорусских детей. Благо, правоохранительный чеку. Колумбайн? На самом деле, самый худший теракт в истории для меня. Пусть он, конечно, самый популярный, но я не поддерживаю его идеи и само действие. Что хорошего в убийстве людей? Ничего. В убийстве ничего хорошего нет. У тебя в ВКонтакте есть публикация, написано «Моя мечта» и там фото дробовика. Что можешь по этому поводу сказать? Наверное, это просто была часть моих ассоциаций, понимаете? Я не чувствую какого-то выполненного долга перед человечеством. Потому что, по мне, недавно относительно, я понял, что жизнь не должна быть такой аморальной, как у меня, и люди должны жить куда более правильными идеями и решениями. Сам понимаю, что это неправильно. То, что там есть, то, что я там писал, да и, в принципе, то, что я распространял там свои мысли в всяких соцсетях, тоже не особо правильное решение. Парень не просто оступился, но и тянул за собой других. К счастью, это история с хэппи-эндом. Однако, если бы подросток осуществил задуманное, беды было бы не миновать. В переписке с приятелем мальчик перечисляет жуткие вещи, которые, как он выражается, приносят ему радость. Среди них убийство и причинение вреда другим. За первое грозит уголовная ответственность, за второе – административная. В обоих случаях наступает с 14 лет. Практически все ЧП с участием детей, будто падение из окон или трагедии на воде, происходят из-за недосмотра взрослых. И социальные сети, как показывает практика, не исключение. Здесь опасностей не меньше. Независимость, незаконный сбыт наркотиков, совращение и плохие компании. Отсутствие контроля и безучастность в жизни ребенка могут привести к непоправимым последствиям. За действие несовершеннолетних, которые содержат признаки административного правонарушения либо преступления, придется расплачиваться родителям или заменяющим их лицам. Штраф до 370 рублей. Из-за внутренней неуверенности психика часто принимает решение придумать свой собственный мир или уйти в мир вымышленный. Таким образом, ребята могут либо много проводить времени за компьютером, либо и для них важно принадлежать к определенной группе ребят, как в так называемой субкультуре. Сами ребята не способны уяснить, что можно и что нельзя, и поэтому все время проверяют возможность дозволенного. Из-за того, что ребята делят мир на своих и на чужих, сразу своим стать практически невозможно. Поэтому родителям важно на более ранних этапах установить доверительные отношения со своим ребенком, знать, с кем он дружит, знать, где он проводит время и чем он там занимается. Если ваш ребенок проявляет чрезмерную агрессию или патологическую привязанность к определенной группе ребят или к субкультуре, лучше всего обратиться к детскому психологу. В большинстве случаев мама и папа контролируют только время, проведенное в интернете. Сами же дети не спешат посвящать взрослых в детали своей виртуальной жизни. А ведь там может быть что угодно. Родители, вы знаете, чем сейчас занимается ваш ребенок? Играет на улице, смотрит фильм, сидит в социальных сетях и переписывается? С кем? Нечего ответить? Тогда готовьтесь пожинать плоды. Что можете посоветовать другим родителям на фоне вашей сегодняшней ситуации? Проверять чаще телефоном. Проверять и смотреть за своими людьми. Субтитры создавал DimaTorzok